Итак, мы переходим к основной части. Вступление немножко, конечно, затянулось, но я думаю, оно имело свое место и было необходимым и полезным. При тем, как мы начнем вникать в события последних дней, в пророчества, в знамения конца, я хотел бы предложить вашему вниманию еще одно место из Священного Писания. Давайте откроем Ветхий Завет, книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. Книга пророка Амоса, 3 глава, 7 стих. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам». С этого места мы начнем наше невероятное путешествие в прошлое, в настоящее и в будущее. Я надеюсь, будет очень интересно. Это путешествие займет ни одну проповедь, ни один эфир. Поэтому я постараюсь излагать, с одной стороны, как можно сжато, но с другой стороны, чтобы вся информация была и присутствовала. У меня нет, к сожалению, возможности сегодня показать вам все это графически, чтобы вы как-то наглядно это видели, наглядно представляли. У меня не было времени, чтобы это подготовить. Это в любом случае лучше. Но думаю, если Господь даст жизни, эта тема актуальна. Я постараюсь приготовить несколько выпусков об этой теме. И вместе с этим постараюсь сделать графики, таблицы какие-то, чтобы можно было все это видеть. Итак, начнем. Признаки последнего времени, признаки конца, знамения конца. Друзья, к этой теме я отношусь и подхожу с большим трепетом и большой ответственностью. Я понимаю, что когда ты имеешь какую-то информацию, владеешь ей, эта информация возлагает на тебя определенную ответственность. И сегодня вы услышите эту информацию и также на вас перейдет определенная ответственность, но в то же время и большое благословение. Дорогие, я хочу сразу предупредить, что я ничего не утверждаю. Возможно, это не совсем так, как я предполагаю, как другие братья предполагают. Но в то же время мне все же хочется поделиться определенной информацией, для того, чтобы вы тоже были в курсе. Я думаю, лучше ошибиться, чем вообще не вникать в то, что здесь записано. Далее я объясню, почему. А сейчас хотелось бы еще раз обратиться к вам и сказать, если с какими-то датами, с какими-то числами вы не согласитесь, они для вас будут немножко странными или шокирующими, обязательно проверьте все сами. Обязательно молитесь и просите Бога, чтобы Он вам тоже открыл это. Но не думайте это получить как-то в откровении во сне или просто на небе вдруг какая-то дата высветится. Без изучения и вникания в это Священное Писание никакого откровения не будет. Здесь все записано, здесь все есть, поэтому прилагайте усилия. Сейчас как раз подходящая возможность такая, чтобы мы могли больше времени уделить тому, чтобы исследовать Священное Писание. Вообще к определенным датам всегда относились скептически, и я в принципе тоже такой человек, который как-то к этому подходил немножко скептически. Но в данный момент времени мое мнение немножко изменилось, и я хотел бы с вами об этом порассуждать. Я прикрывался всегда фразой «ни дня, ни часа». Вот, мы тоже будем говорить об этой фразе, что означает эта фраза в контексте той культуры и того народа. Как я уже сказал, я ничего не утверждаю, возможно это и не так. Вот, но, друзья, лучше ошибиться, чем вообще не исследовать. Все, о чем я сегодня буду говорить, основано на Священном Писании. На самом деле, сейчас в интернете достаточно много информации по поводу последнего времени. Есть очень хорошие каналы, есть не очень хорошие каналы, мягко говоря. Все испытывайте, смотрите, ищите, и прежде всего молитесь и просите Бога, чтобы Он сам направил и открыл вам. Итак, друзья, как я уже говорил, мы сегодня будем говорить об определенных датах. Вот, не факт, что это так и будет, как я уже сказал, но не страшно ошибиться, как не ждать пришествия Иисуса Христа, так как не вникать в это и быть отключенному на другие какие-то вещи. Поэтому будем вникать, будем размышлять и молиться. Конец, вообще, о том конце, о котором мы думаем, это процесс. Он не придет сегодня на завтра, и поэтому мы будем все видеть. Человек, который хотя бы чуть-чуть вникает в это, заметит, что определенные события исполняются, и мы находимся все ближе и ближе к пришествию Иисуса Христа. Например, должны будут прийти два пророка, должен быть построиться третий храм, будут происходить другие события, и, думаю, тогда будет все ясно, ошиблись мы или не ошиблись. Но для многих это будет уже поздно, так как времена язычников, то есть нас с вами уже закончатся, и у кого-то просто не хватит масла. Помните, да, притчу о десяти девах? Мы тоже будем об этой притче говорить. Господь предупреждает заранее, и Он неоднократно говорит в Священном Писании, что будет, когда будет, и это не просто так. Такую фразу, как известная настоящая дата конца света, уже все, наверное, много раз слышали, и уже многие над этим посмеиваются, в это не верят. Но дьявол, я думаю, специально постарался сделать так, чтобы вот это событие, это колоссальное событие тоже прошло как-то мимо, и чтобы люди не верили в это. Актуальный пример этого, конец 2012 года, да, помните, когда мы все ждали, когда многие люди ждали конца света, вот. Но 2012 год закончился, благополучно прошел, сейчас уже 2020 год, вот, и мы просто реально сами видели, что это было неправда, календарь мая, это еще один фейк, еще одна какая-то выдумка, вот. Вот, поэтому сегодня на основании Священного Писания, на основании творящихся вокруг событий, откровений братьев и сестер по всему миру, хотелось бы предположить, что Господь открывает время Своего прихода. Хотелось бы вообще порассуждать, насколько это реально, и возможно ли это. Первый раз, когда Иисус пришел на землю, Он упрекнул людей, что, видя облака на западе, они научились предсказывать дождь. По дуновению южного ветра, они научились предсказывать жаркий день. Но время Его прихода, они не увидели. Он назвал их лицемерами. Луки 12, 56. Лицемеры, лицо земли и небо распознавать умеете, как же времени сего не узнаете. Он обращался тогда к книжникам и к фарисеям, потому что это были учителя закона, это были люди, которые вникали в Священное Писание. И в принципе сейчас эти люди мы. Те, кто вникает в Священное Писание, по крайней мере, должен вникать. Особо в это время. И я думаю, что будет тоже очень-очень печально, если мы не узнаем этого времени. Так как Он упрекнул тогда фарисея в книжниках в этом, так как были признаки, были очень много пророчеств. Пророки писали об этом времени, о Его приходе, но Его они не узнали. В то время было очень много записано различных признаков и пророчеств о приходе Иисуса. Но, когда Он пришел, этого времени не узнали книжники и фарисеи. Поэтому, друзья, давайте не будем повторять их ошибок. Нам каким тогда дано Писание? У нас очень много здесь в Священном Писании есть признаков второго пришествия Иисуса Христа, признаков конца, знамений конца. Поэтому мы должны вникать, изучать эту тему. Наш Бог, Он Бог порядка. У Него все точно и четко в свое время. Еще до сотворения мира Он обозначил уже Его конец. Он все знает, и Он над всем. Чтобы вас как-то скоординировать и более точно сфокусировать, я скажу, о чем мы будем сегодня и, возможно, в последующее время рассуждать. Так как информация очень большая и объемная, придется разделить на несколько частей. Первое. Мы будем говорить о проклятой смоковнице, как о прообразе Израиля. Мы будем говорить о знамениях на небе, которые, в принципе, уже произошли часть знамений. Мы будем говорить о рыжей и красной корове, которую очень долго ждали в Израиле для принесения ее в жертву в третьем храме. Насколько актуально, насколько это правда, потому что это вызвало определенный тоже бум и реакцию. Будем говорить о пророчествах, которые записаны в Священном Писании по этому поводу, о Божьем календаре и обмане дьявола. От 1335 днях до Царства, до Царства Мессии, мы будем говорить о том, что если жених задержится. Это из той притчи, из того рассказа, который Иисус рассказал ученикам своим, о десяти девах, о пяти разумных и пяти неразумных девах. И это очень интересная притча, которую не просто так Иисус оставил нам здесь. В ней есть инструкция, в ней есть и предсказания, в ней очень много всего есть. Очень интересная притча, мы о ней будем тоже разговаривать, мы о ней тоже будем рассуждать. И в конце, конечно, очень хотелось коротко сказать об известной фразе, что, возможно, не позволяло нам думать иначе, ни дня, ни часу. Друзья, я думаю, никому не секрет, что около 98% всех пророчеств Священного Писания уже исполнились. Я понимаю, что практически, наверное, никто это не заметил, и нам действительно некогда смотреть, нам некогда обращать внимание. И это часть плана дьявола, часть коварного плана. У нас у каждого семьи, у нас дома, машины, у нас кредиты, которые нужно выплачивать, мы работаем, мы много работаем, и мы спешим в воскресенье на собрание для того, чтобы хоть что-то взять там. Это скудная пища, которую мы получаем, и которая так быстро переваривается, и опять неделя начинается с сплошной суеты, беготни, в которой нам порой некогда даже один раз прочитать Священное Писание. И да, в этой книге много пророчеств, много пророчеств, о которых, возможно, вы даже и не слышали. И я думаю, когда я говорю, когда вообще кто-то говорит, и вы слышите, что 98% из 100 уже сбылось, ну да, мы как-то в это вроде бы как-то верим, но своими глазами мы это не видели. И, наверное, это так, хотя, может, нет. Нам сложно поверить в то, что мы не видим. Но если вы представите 98% из 100, то вы поймёте, где мы примерно уже находимся. Мы на грани завершения. Мы находимся в конце. И пора, самое время пора проснуться, открыть глаза и начать внимательно смотреть по сторонам, внимательно изучать Священное Писание, возможно, выписывать, работать, сравнивать, смотреть и быть готовым к пришествии Иисуса Христа. Бог, Альфа и Омега. Начало и конец. И для того, чтобы нам всё усвоить и всё понять, мы тоже начнём с самого начала. Начать я хочу с самого главного. Это Иисус Христос. Иисус Христос есть фундамент, есть краеугольный камень и есть свет. И от начала времён, от начала Библии, начиная с Бытия и заканчивая Откровением Иоанна, мы чётко видим Его присутствие, Его участие. Давайте откроем Священное Писание, Слово Самого Бога и посмотрим, что оно говорит нам. Первый признак, на который хотелось бы обратить внимание, дал сам Иисус Христос. Это проклятая смоковница. Смоковница является символом Израиля, прообразом Израиля. Итак, после вознесения Иисуса Христа было открыто время для спасения язычников, в котором мы доживаем последние дни. Луки, 21 глава, 24 стих. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Здесь ясно, мы видим, что когда-то должны окончиться времена язычников. И это самый важный вопрос сейчас для нас. А когда закончится время язычников? Я знаю, что многие, многие язычники, которых я знаю, к сожалению, не знают, что время когда-то для них закончится. А сколько наших родственников, которые думают, что они успеют? Да в принципе, живя здесь, на планете Земля, мы должны понимать, что каждый день мы должны быть готовы, потому что мы не знаем, что случится с нами завтра, через минуту или через секунду. Пророк Осия во 2 главе, в 23 стихе, пишет прекрасные слова. Слова Бога. «И скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Друзья, мы с вами прямо сейчас должны ликовать и радоваться. Мы должны возрадоваться великой радостью, преисполниться этой радостью. Ведь мы с вами, язычники по происхождению, получили дар спасения и вечной жизни не по делам нашим, а по благодати, через веру в Иисуса Христа. Однако времена язычников уже заканчиваются. Бог всегда верен своему слову и обещаниям. Поэтому последняя седмина, которая вскоре начнется, описанная в книге пророка Даниила, в книге Откровения, она будет для спасения народа израильского. И снова мы обращаемся к Священному Писанию. Матфея, 24 глава. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма». Храм в то время был действительно шедевром. Он был нереальной красоты, он был нереален по своим архитектурным качествам. И это было действительно достижение того века. И ученики хотели показать написанное Иисусу храм. Это их гордость. На что Иисус сказал, что все, что вы видите здесь, истинно говорю, вам не останется камня на камне. Все будет разрушено. И ученики задали очень правильный вопрос. «Когда же это будет, и какой признак, когда это должно произойти?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят. И дальше Иисус говорит, что услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, потому что этому надлежит всему быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения по местам. Все же это начало болезни. И на самом деле начало болезни началось давным уже давно. Давным-давно началось начало болезни. Не думайте, что сейчас начало. Все думают, что сейчас начало. Все думали 50 лет, что тогда было начало болезни. Всем хочется, чтобы время благодати еще как-то продлилось. Мы вроде бы все ждем Христа, но не сегодня. Нам так хорошо здесь быть, только, пожалуйста, не сегодня. Хочется еще пожить, хочется еще что-то приобрести. Так много всего нового, интересного. Так вот, ученики спросили Иисуса, когда это все будет. Иисус объяснил. Объяснил очень коротко, но в то же время и подробно. Куда еще подробнее. В этом описании, в этом объяснении есть абсолютно все. И действительно, друзья, как Иисус сказал, но не это еще конец. Конец наступит не сразу. Все, о чем говорил здесь Иисус, оно произошло в точности. Кое-что еще происходит, а кое-что уже произошло. 30 августа 70 года нашей эры, то есть примерно спустя 37 лет после вознесения Иисуса Христа, римляне ворвались в Иерусалим. город был разграблен и сожжен. И камня, в прямом смысле, на камне не осталось. Множество золотых предметов, множество золотых украшений, которыми был украшен прекрасный храм, под воздействием огня это золото плавилось, и оно растекалось везде и повсюду, между камней, в любые щели. И войны, римские войны в буквальном смысле разрушили все, чтобы как можно больше добыть этого золота. И в поиске этого золота римские войны не оставили камня на камне. Все, что сказал Иисус, сбылось, начало сбываться. В Луки, в 19 главе, в 44 стихе записаны еще очень интересные слова, касающиеся этого события. Луки, 19 глава, 44 стиха. «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Все это случилось, потому что Израиль не узнал времени посещения Иисуса Христа. Пророки говорили, Бог открывал через своих пророков то время, когда должен прийти Иисус Христос. Но люди были заняты. Людям было не до этого, и они не узнали времени посещения Иисуса Христа. «И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Я думаю, всем понятно, насколько важно знать время посещения Иисуса Христа. Хотя мы и привыкли к тем словам, где написано ни дня, ни часа. Но даже если мы будем думать о тех словах, о том контексте, который мы имеем сегодня, мы поймем, что о месяце, о годе речи нет. И можно предположить, что именно год хотя бы мы знать будем, а может быть даже месяц. Там написано ни дня, ни часа. Но об этом мы будем говорить дальше. Не хочу забегать вперед. Друзья, я думаю, нет нужды говорить о том, что израильский народ на протяжении двух тысяч лет все это переживал вплоть до наших дней. Однако Бог многократно говорит, что Он Сам Своей сильной рукой, сверхъестественным образом соберет Израиль вновь. И вот в Таразаконии, 30 глава, 3 стих, хотелось бы зачитать. В Таразаконии, 30 глава, 3 стих. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. И вот мы подобрались к первому важнейшему фрагменту. Это 1948 год. Это те события, о которых сказано было в Священном Писании Израильскому народу за тысячи лет. В 1948 году Израиль спустя две тысячи лет вновь становится независимым государством. Друзья, это свершение пророчеств на наших глазах, о котором мы даже, возможно, и не знали. Я думаю, многие не знали об этом и не обратили на это внимания. Но в 1948 году Израиль стал независимым государством спустя две тысячи лет. И это пророчество не так давно сбылось. Дорогие, дьявол очень сильно работает над тем, чтобы нам было некогда. Над тем, чтобы на все это нам было некогда обратить внимание. Это на самом деле великое событие, которое мы, возможно, сразу не заметили. Думаю, уже должно, в принципе, повергать нас в определенный шок. Хотя бы даже от того, что мы не заметили это. Но все по порядку. Мы только начинаем. Я понимаю, уже прошло очень много времени. Пора уже заканчивать. Осталось на сегодня немножко. Обо всем другом мы будем говорить в следующих видеоконференциях. Затем Иисус рассказал им такую притчу. Притчу о Смоковнице, о которой мы уже сегодня говорили. Матфея 24 глава. Матфея 24 глава с 32 по 34 стих. Вернее, даже это не притча. Это, наверное, знак. Это знак, который предоставил тогда ученикам Иисус. «От Смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Такой вопрос. Для чего Иисус сказал это? «Зачем эти знаки? Неужели для того, чтобы мы просто так читали несколько раз за нашу жизнь и забывали об этом?» Я думаю, эти слова имеют большую силу, большой смысл. Особенно в это время, в котором мы сейчас находимся. Для тех, кто не совсем понял, объясню еще раз. «Иисус проклял смоковницу, которая не несла плоды». Смоковница – это прообраз Израиля. После этого Он говорит, «Когда увидите расцветающую смоковницу, пускающую листья, не пройдет род сей, как свершится пришествие Господа», о признаках которых ученики спрашивали в принципе его до этого. И вот эта проклятая смоковница, Израиль, вновь впустила листья. Это совершилось в 1948 году, мы говорили уже об этом, когда Израиль стал спустя 2000 лет независимым государством. И именно с этого времени вступает в силу слова «Не пройдет и род сей». Далее я бы хотел немножко поговорить о роде. Что значит род сей? Род допотопный, то есть в те времена, первые люди, которые когда жили, они жили по 800-900 лет, около 1000 лет. Это трудно сейчас представить, но это было так. Я думаю, никто не сомневается в этом. Но допотопные времена позади, и наш род, он совсем ничтожен и слабый, совсем малый. И сейчас род человека длится, но век мы считаем 100 лет. Есть несколько человек в мире, которые пережили 100 лет, которому больше 100 лет. В основном 70-80 лет. И об этом также записано в Священном Писании. Мы будем руководствоваться только Священным Писанием. Псалом 89, 10 стих. Это псалом, который написал Моисей. Это молитва Моисея, Человека Божия. И здесь, в 10 стихе написано, наших дней лет 70, а при большей крепости 80 лет. Мы будем брать за основание рода, не пройдет род сей, 80 лет. Почему 80? Думаю, потому что Господь, Он дает полноту милости, Он долготерпелив и милостив. Во 2 Петра, в 3 главе, в 9 стихе записано очень интересное место о обетованиях и о долготерпении Бога. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением. Но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Итак, зная все сказанное выше, видя рассвет проклятой смоковницы, зная, что при большей крепости наш род длится 80 лет. Простым математическим подсчетом мы можем выяснить, что 1948 плюс 80 лет равняется 2028 год. Что уже, в принципе, не за горами. А так как мы знаем, что последние 7 лет предназначены для народа израильского, то это значит, что отняв 7 лет, мы получаем 2021 год. Это и есть начало последней седьмины, друзья. Вот такие вот интересные даты и предположения. Еще раз хочу напомнить вам, друзья, что я ничего не утверждаю. Возможно, это не так. Но мне кажется, будет правильным все-таки вникать в это все, знать определенные точки зрения на этот счет, вникать самому. Обязательно, друзья, если вы не согласны с чем-то или как-то скептически на это смотрите, обязательно вникните в это слово. Это не мое утверждение. Это то, что говорит Священное Писание. Возможно, у вас будет другое мнение. Но я думаю, лучше все же быть готовыми ко всему. И если в этом году, то есть если этот год, последний год, когда язычники могут иметь еще спасение, то у нас с вами огромная-огромная обязанность. Как можно большим людям, как можно большим язычникам рассказать о том, что, возможно, этот год последний, когда он может спастись. Для кого-то, может быть, вообще сегодня это последний день. Это не факт. Мы должны быть всегда готовы. Но, возможно, это так. Поэтому будем молиться, будем умолять Бога, чтобы Он нас хранил в это непростое время, чтобы Он давал нам мудрости, чтобы Он открывал нам Слово Свое, но для того, чтобы Он открывал нам Слово Свое, конечно же, мы должны вникать в это Слово. Не страшно ошибиться, но страшно не вникать, не обращать ни на что внимания и быть неготовым. Не забывайте те слова, которые Иисус сказал фарисеям, о которых мы сегодня рассуждали, о которых мы сегодня зачитывали, что они не узнали времени прихода Его. и из-за этого настигла их печальная участь. Давайте мы в первую очередь подумаем о своих родственниках, о тех людях, которые нам небезразличны, о которых мы более-менее знаем, хотя бы им возможно донести эту весть. Друзья, на сегодня это все. Надеюсь, было полезно, было интересно. Я желаю каждому сохранять спокойствие, развивать свою веру, углубляться в Священное Писание, в изучение Священного Писания. Да благословит каждого из вас Господь в это непростое время. Да благословит Господь, да укрепит Он вас, да сохранит Он вас от всего, что происходит и что еще будет происходить. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится. Аминь. Друзья, каждый на своих местах, сейчас можете преклонить колени перед Всевышним Богом, и мы будем молиться Ему. Чудный и дивный Господь, мы благодарим Тебя за то, что сегодня вот в таком формате мы можем иметь общение. Господь, за то, что и посредством этой технологии мы можем, Господь, сегодня пребывать в общении и славить имя Твое, благодарить Тебя за все и за то, что мы сегодня, Господи, можем быть здесь, на этом месте. Господи, я благодарю Тебя за то, что народ Твой имеет надежду, имеет пророчество, имеет откровение и за то, что мы сегодня, Господи, как и вчера и как и в будущем можем иметь надежду на Тебя. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты чудной Своей милостью оберегаешь нас, сохраняешь нас, за то, что Ты так сильно заботишься о нас. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам Своё слово, за то, что Ты, Господь, по милости Твоей продлеваешь ещё время. Прошу Тебя и молю, Господи, даруй милость нашим родным и близким, которые ещё не примирились с Тобой, которые, возможно, много знают о Тебе, но не знают Тебя лично. Господь, пожалуйста, коснись в это время. Мы не знаем, возможно, очень мало время осталось. Помоги, Господь, нам иметь видение, чтобы мы, Господь, чётко видели путь, по которому нам нужно идти, чтобы мы, Господь, успели ещё как можно больше людям рассказать о Тебе. Используй, Господь, нас, чтобы мы могли быть желанным инструментом в руках Твоих, чтобы мы, Господь, были готовы быть делателями на Неве Твоей. очи. Каждого, каждого в отдельности благослови, освяти, благослови наши семьи, чтобы мы в это непростое время, Господи, укрепили наши семейные отношения, укрепили, Господь, наши взаимоотношения с нашими детьми, с нашими супругами, Господи, чтобы мы всей семьёй, как Ты и запланировал, могли прославлять имя Твоё, имя Твоё святое. Да будет честь и слава Тебе во веки веков. Во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе в молитве с верою. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»